МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Появление о том, что амшенцы являются тюркским народом из Центральной Азии является полной ложью. Дни армянской культуры начались в Китае. Эта зима в Западной Армении довольно суровая и строгая. Наряду с другими реками и водохранилищами река Арацани также замерзла. Арацани – река, чья долина является колыбелью армянской цивилизации и священного поклонения Армении. У ее истоков находится лагерь армянской армии Шахапиван, где проводились мировые собрания, праздники Новосарда. Замерзший ледяной покров реки и сам ее вид привлекли внимание местных жителей. Некоторые осмеливаются ходить по поверхности толстого льда. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций опубликовала полный список 16 команд-участниц, которые будут соревноваться за Кубок мира Спорт Бет Айо 2020. Конефа будет проводиться с 30 мая по 7 июня 2020 года в столице Северной Македонии и Скопье. Конефа состоит из 56 членов, которые представляют 6 столиц. С 16 команд прошли отборный чемпионат мира по футболу Конефа. Отметим, что чемпионат мира проводится уже в четвертый раз. Она объединяет вокруг себя те команды, которые не вошли в ФИФУ, не имеют государства или же представляют оккупированное государство де-факто и де-юра. Участвуют следующие государства. Участие в данном чемпионате мира уже в третий раз. Жеребевка состоится на ежегодном общем собрании членов Конефа на острове Джерси 25 и 26 января 2020 года. Во избежание любых недоразумений историческая и правовая справка касаемо Западной Армении. Напомним, что в 1917 году, 29 декабря, после прекращения огня между Турцией и Россией, Верзенка, Западной Армении указом Турецкой Армении, Западной Армении принятым Советской Россией, было признано право армян в Турции на самоопределение вплоть до полной независимости. 19 января 1920 года во время Парижской ассамблеи Верховный Совет Союзников де-факто приступил к формированию государства и правительства Западной Армении под руководством президента Погоса Нубара Паши. 11 мая 1920 года во время конференции в Сан-Реме уже де-юре была признана независимым и суверенным государством. Западная Армения является одним из воюющих государств Первой мировой войны. Он сформировал Восточный легион с Франции 15 ноября 1916 года с участием армянских добровольцев. А 1 февраля 1919 года Армянский легион сформировал ядро будущей армянской национальной армии в Килики, которая была поддержана и затем оставлена Францией. Турция признала Западную Армению, подписав сербский договор 10 августа 1920 года, а затем конфисковала ее территорию. 22 ноября 1920 года президент США Удра Уильсон своим арбитражным решением начертив границу Западной Армении и Турции, включив Западную Армению в провинции Бетлис, Ван-Эрзрум и Трабзон. Но оно не было признанной Лигой наций и ООН, так как оно было конфисковано Турцией. Следует напомнить, что с 1894 по 1923 годы армянское население оккупированных территорий Западной Армении подвергалось геноциду со стороны трех правительств Турции. Окупант Турции стала членом Лиги наций 18 июля 1932 года. Карин, Эрзрум является официальной столицей Западной Армении, признанной союзными державами в 1920 году. Права меньшинств полностью признаны государством Западной Армении в соответствии со статьей 93 Северского мирного договора. Согласно новостям Аль Маздар, Тунис не позволит Турции использовать свою территорию для операции в Ливии. Представитель президента Туниса Рашида Энефер подтвердила, что ее страна категорически откажется от использования своей территории в ливийском конфликте. Тунис решительно отвергает любое внешнее вмешательство внутри Ливии, включая турецкое вмешательство также. Это была главная позиция Туниса с самого начала. Этот процесс не изменился и не изменится. Тунис не позволит Анкаре использовать свою территорию, и ответ президента Туниса Кайса Саеда на этот вопрос был ясен по турецкому коллеге Раджеп Тайпу Эрдогану, отметила Рашида Анефер. Анефер отметила также, что по-прежнему ведутся консультации о возможном участии Туниса в ливийском вопросе на берлинской конференции. 6 января министр иностранных дел Турции Мевлюд Човушуглу объявил, что Турция направит военных экспертов и техническое оборудование для поддержки международного признанного правительства Ливии. Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер. Со ссылкой на документ передает также Рея Новости. Западная Армения – это народность из Средней Азии. Если это не так, я бы посоветовала прямо сейчас изучить эту тему. Ранее я писала ДНК амшенцев и отметила, что все наши родственники по происхождению армяне и что ДНК амшенцев считают армянской. Не у всех амшенцев, которые эмигрировали в регион во времена правления принца Хамама Аматуни, были разные ДНК. Вероятно, они являются внуками амшенских армян, которые впоследствии эмигрировали в регион. Я не хочу спорить о том, кто настоящий амшенец, а кто нет. Я буду говорить об основателе амшена Хамаме Аматуни, который дал свое имя Амшену. И мы являемся продолжением армянских семей, которые последовали за ним. 9 января в Китае стартуют Дни культуры Армении. В этот день в Пекине в Национальном центре исполнительного искусства под управлением маэстро Эдуардо Топчано Национальный филармонический оркестр Армении выступит с концертом. В программе Сюита Маскарад Арама Хачатуряна, Сюита Щелкунчик, Петра Чайковского концерт для калорнета Вольфгана Моцарта, музыка из балета Сергея Прокофьева, Ромея и Джульетта. Этим выступлением завершаются китайские гастроли армянского оркестра. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тарен Синеш. Тарен Синеш. По наверху видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь смиру. Субтитры подогнал «Симон»